доброе утро друзья еще один раз сегодня я взял выходной мне работал скажем так позволило да ну и осталось у нас до 31 пару дней сего сезон заканчивается на бобра ну а но я упустил по глупости подъехал наверно метров на сто на машине до захлопнул дверь он у меня ушел ну а второго все таки взял ну не такой большой килограмм на 20 наверное не больше трясной бобр хвост конечно очень маленький вот такой я рассчитывал на побольше но ребята что есть то есть да будем снимать я просмотрел сейчас опять видео как нас учили это мой первый бобр поэтому строго не судите похоже струи наверно тоже не будет ну посмотрим он еще мокренький вот такой взял его 17 калибра но это вы на видео сами вы видите маленько вот так расчешем и как нас учили снимают шкуру именно лежа делаю в первый раз до сначала отрезается все лапы это чтобы не испортить шкуру и потом все равно надо будет именно где суставы так сейчас еще найти да кожа довольно таки толстая поэтому ухты боли ну и толстый зверек так Хороший бобренок такой. Это у меня как опытный, скажем, первый раз. И надеюсь, конечно, что осенью я займусь поплотнее бобрами. Уже и капканный промысл. А сейчас куда ни сунься, везде сидят рыбаки. А на озерах, на лужах нет ничего. Они все ушли в речку, потому что воды, как таковой, нет. Поэтому приходится брать пока, похоже по всему, только речную воду. Ого! И тебе даже не сломаешь. Нет, это бесполезно. Придется так и делать по суставу. Блин, ну уж так хорошо работал, блин, по койотам. Блин, а этот поросенок не хочет. Ну ладно, с лапами мы разберемся чуть попозже. Как нас учили от нижней губы и до хвоста. Хвост тоже вот отрезается. Кожу, блин, с хвоста я сниму тоже. Как мне уже Сергей Ерышев сказал. Так, коллега, друг Санкт-Петербурга. Блин, и клещи замучили тоже заодно. Что получается довольно хороший, вот если выделать кошельки. Ну оно и видно, они мне нравятся даже больше, чем, скажем, крокодиловая кожа, да? Но учимся и будем выделывать и хвосты. Вон такой хороший вот кошелек. Правда, у озерного бобра хвост, скажем так, чуть ли не в два раза длиннее, да? Тут он еще и подкусанный, видимо, подрались маленечко. Ну а само мясо, я супруге говорил, давайте сегодня сделаем жаркое. Мясо никак, нет, нет и все, ладно. Ну, мне мясо нужно на приваду. Все равно, хоть так и так, ну, еще и порезался. Ну что ж. Так, как показывали, от нижней губы и вперед. Делаю вот этим ножиком. Вернее, попробую. Не знаю, блин, как он у меня сработает. Не охота сто раз туда-сюда. Нет, идет нормально. Ага, сейчас. Ерунда, короче. Будем делать по старинке, своим ножом. И до низу, до хвоста. Ух, блин, жирный. Ой, жирный. Это хорошо. Жир я буду тоже оставлять себе. В любом случае, в любом случае, вытапливать. Ну и, короче, теперь снимем шкуру. Многие говорят, подвешивать. Ну, раз нас так учили, будем делать так, да? Будем делать так. Ну, весь процесс я снимать, наверное, не буду. Будет, думаю, в первый раз долговато. Потом покажу дальше уже, как вмедрение и уже на сушку. Хорошо, ребята. Я пока отключусь. Включусь попозже. Он еще весь мокрый. Вот такая шкура выглядит. Не больно, да? Ну, посмотрим на мездру. Сейчас то, что я маленечко уже снял шкуру, она абсолютно белая. Так что, блин, шкура еще, блин, стопроцентная. Хотя вода в речке уже нагрелась, да? Довольно теплая была. Я думал сегодня нырнуть за одним бобром, ну, ладно. Что, блин, утром, блин, 15 градусов было. Все равно прохладновато. Вот так. Я выехал где-то часиков полпятого, наверное. Ну, этого я взял в 6 часов. Все, ладно. Так, маленечко поснимал. Добрался до касториума. До струи. Оказывается, все-таки есть. Теперь надо... Черт! Очень аккуратно вот это вырезать. Посмотрим, что у меня, блин, выйдет. Не давить, само собой, да? Очень аккуратно вырезать. Ну, первый, блин, обычно говорят комом, да? Так что, вполне может быть, что это дело тоже испорчут. Ну, надеюсь, нет. Будем надеяться, что нет. Вот такой мешочек получился. Блин, слава богу, мне кажется, блин, нормально. Еще бы мне с друзьями посоветуюсь. Вот тут лишний жирок маленько есть. Берем и на сушку. Все-таки порезал, похоже, но... Надеюсь... Блин, это не так страшно, потому что все равно сушить надо будет это все дело. Да, немного. Ну, ладно. Ничего. Все, ладно. Поедем дальше со шкурой. Так, ноги за ней я так еще не оттяпал. Сделаем. Я так еще не оттяпал. Продолжение следует...